За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных. 11 бойцов получили ранения и были травмированы. В Генштабе сообщают об эскалации напряженности. По подсчетам ведомства за указанный период по позициям украинских войск было выпущено более тысячи мин и снарядов. Интенсивность боев превысила показатели полугодичной давности. На Луганском направлении противник открывал огонь практически всего наличного вооружения. Всего было зафиксировано 23 обстрела. Почти во всех из них применялись тяжелые вооружения. На Донецком участке оккупанты нарушили режим прекращения огня 20 раз. В 13 случаях использовались запрещенные вооружения. На Мариупольском направлении противник вновь обстрел Красногоровку из минометов. Всего здесь было 28 обстрелов. В четверти случаев применялось тяжелое вооружение, включая установку ГРАД. Верховная Рада проголосовала за возвращение в национальное законодательство, упоминание о курсе Украины, наступление в НАТО. В частности, изменения касаются законов об основах внутренней и внешней политики и основах национальной безопасности Украины. Изменения предполагают углубление сотрудничества с Альянсом для последующего вступления в него. По словам первого вице-спикера Рады и одного из авторов документа Ирины Герасченко, перед вступлением в НАТО в Украине будет проведен референдум по этому вопросу. В Иране возросло количество жертв войного теракта. По данным МВД страны, погибли 13 человек, более 40 получили ранения. Нападения произошли накануне. Сначала несколько человек порвались из здания парламента и открыли там стрельбу. Чуть позже то же самое произошло в здании мавзолея Аяталы Рухалы Хамини, первого высшего руководителя Ирана. В обоих случаях злоумышленники также активировали взрывные устройства, закреплённые на теле. «Когда начался конфликт между нападавшими и охраной, нападавшие начали убегать. При этом двое из них, мужчина и женщина, подорвали себя, потому что убежать не могли. Надеюсь, власти уладят это и восстановят безопасность. Наша нация не боится таких угроз». Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ. Она также пообещала устроить в Иране новые теракты. В ООН решительно осудили атаки и провели минуту молчания. «Генеральный секретарь выражает свои искренние соболезнования правительству Исламской республики Иран и семьям погибших, а раненым желает скорейшего выздоровления. Генеральный секретарь надеется, что ответственных за это необоснованное насилие быстро привлекут к ответственности». Силы безопасности Ирана сообщили, что всего в страну проникли несколько групп боевиков. Одна из них была ликвидирована до того, как смогла осуществить теракты. Пхеньян провёл новые испытания оружия массового поражения. Северокорейские военные запустили несколько крылатых противокорабельных ракет. Это подтвердили в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи. «Северная Корея запустила несколько снарядов. Мы считаем, что это крылатые ракеты ближнего радиуса действия. Запуск произведён с восточного побережья в районе города Вон Сан провинции Кан Ван До. Расстояние полёта примерно 200 километров». Испытания прошли через неделю после того, как Совет безопасности ООН расширил санкции против КНДР из-за её намерения развивать ракетно-ядерную программу. При новом президенте Южной Кореи Пхеньян проводит запуски уже в четвёртый раз. «Видимо, КНДР хочет продемонстрировать возможности ракет различных типов и то, что они могут точно поражать цель. Это её протест против наших совместных морских учений с военными кораблями США». Все крылатые ракеты упали в Японском море. Власти Японии угрозы национальной безопасности пока не видят. «Что касается испытаний противокорабельных ракет, то мы не заметили ни одной, которая упала бы на нашу территорию или в исключительной экономической зоне. Эти пуски не угрожали безопасности нашей страны». Между тем, МИД Японии считает такие запуски недопустимыми. Предыдущее испытание Северная Корея провела 29 мая. Тогда она запустила баллистическую ракету типа «Скат». Полиция переквалифицировала взрыв у посольства США в Киеве. Теперь расследование ведется не по статье «Теракт», а по статье «Хулиганство». Об этом заявил глава нацполиции Сергей Князев. По его словам, такое решение было принято после дополнительного осмотра места происшествия. По словам главы нацполиции, предмет, который взорвался у посольства США, не мог причинить никому вреда. Напомним, взрыв депреставительства произошел в ночь на 8 июня. Президент Петр Порошенко подписал закон о создании рынка электроэнергии в Украине. Глава государство подчеркнул, что он позволит успешно вести борьбу с коррупцией в этой сфере. Не будет больше никто встановлювать ціну электроэнергии, ціну вугилля, співвідношения. Те, что на певном этапе было виправдано в вигляді формули, скасовуемо. И рынок прозорий и эффективный будет визначать ціну и будет перемагать той, кто наиболее эффективно працюет. Цей закон был разработан вместе с энергией комьюнити, с энергетическим співтовариством, европейской организацией, был восхвален Европейским Союзом и американскими партнерами, был поддержан світовими антикоррупційними організаціями. І ми наводимо порядок, продовжуємо наводити порядок в Україні. Около 70 стран представили новый международний договор, призванный пресечь такое явление, как налоговый шоппинг. Мультинаціональные компании используют его, чтобы выбирать наиболее подходящую юрисдикцию для отчисления налогов, то есть страну, где налоговые ставки для них будут самыми низкими. Подписание договора состоялось в Париже в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития. Среди подписавших – все страны ЕС, Китай, Австралия и Индия. В век глобализации большие корпорации проводят международные транзакции через третьи страны, пользуясь их налоговыми льготами. Эти льготы обычно появляются благодаря торговым соглашениям между конкретными странами, а подписывают их, чтобы избежать двойного налогообложения. Но именно такие соглашения и позволяют компаниям уклоняться от налогов. Теперь же появится общий договор, который заменит все соглашения о противодействии двойному налогообложению, подписанные за последние сто лет. Он позволит избежать махинаций. Ожидается, что в дальнейшей неделе договор подпишет больше стран. Это одна из городских ферм в Нью-Йорке. Здесь вертикальным способом выращивают различные салаты и другую зелень. Такие фермы появились в рамках проекта Square Roots, запущенного в ноябре прошлого года. Его автор Кимбал Маск – младший брат известного изобретателя и миллиардера. Цель проекта – позволить жителям мегаполиса покупать натуральные и безопасные продукты у местных фермеров. «Я называю себя персональным фермером. Эти люди знают меня, знают, как я выращиваю зелень. Они могут прийти на мою ферму в любое время. Они видят, как все растет и доверяют мне». В проекте участвуют 10 молодых предпринимателей. Их отобрали из 500 претендентов. Фермеры заботятся не только о личных доходах, но и в большей степени о покупателях. «Мне кажется, если люди будут питаться лучше, им не придется лечиться, например, от диабета. Я хочу разрешить эту проблему раньше, чем еда навредит человечеству». Сооснователь проекта Табайя Спекс уверен, если в США будут питаться здоровой пищей, эта тенденция завладеет миром. «Мы экспортировали рок-н-ролл, джинсы, лерис, но также экспортировали ожирение. И если мы решим эту проблему в Америке при помощи таких инициатив, как Square Roots, дадим всем натуральную пищу и больше людей получат хорошую еду, то сможем этот опыт также экспортировать». Городские фермеры поставляют свою продукцию в различные офисы Нью-Йорка, а у многих уже есть постоянные клиенты. «Это вызывает больше доверия. Знаешь, как все выращивают». Стартап планирует в ближайшие 5-10 лет развить фермерство и в других городах США. По словам его основателей, когда к 2050 году население планеты вырастет до 9 миллиардов человек, 70% из них будут жить в городах, и всем им понадобится натуральная пища. Как защитить детей и подростков от дурного и подчас опасного влияния улиц? Южноафриканский тренер по карате решил, что лучший способ – увлечь их спортивной борьбой. Говорит, что в стране много играют в футбол, но боевые искусства знают мало. «Я предпочитаю преподавать карате, потому что начал заниматься им в раннем детстве. И я считаю, что карате – самый лучший спорт, и это дисциплина». К нём бы приходят заниматься и пятилетние дети, и 18-летние юноши. За тренировки надо платить по 12 долларов в месяц. Но потраченные деньги того стоят. Воспитанники нём бы говорят, что карате изменило их жизнь. «Теперь не слоняюсь с друзьями по улицам. Большую часть времени трачу на тренировки». «Я теперь думаю, прежде чем ввязаться в драку. Надо дважды подумать, прежде чем что-то сделать». Некоторые из этих ребят уже выступают на международных соревнованиях. В Мехико на территории археологического комплекса Темпла Майор раскопали древний храм. Его возвели от стыки в 1481 году в честь бога ветров Эйкатля. Он находится рядом с храмом, посвященным богу дождя и грома Тлалоку. По словам археологов, у храма Эйкатля прямоугольная форма. Длина сооружения – 35 метров. «Этот храм очень важен. Мы пытаемся понять, каким было древнее церемониальное место. Это обогатит археологические и исторические знания, позволит понять, как проводили религиозные церемонии в государстве Тенач-Титлан». Археологи также недавно обнаружили древнюю спортивную площадку. Вскоре и её, и храм Эйкатля смогут увидеть посетители. «Эти места станут частью музея. Их откроют для посещение, и можно будет осмотреть почти всю территорию. Посетители увидят площадку для игры в мяч и храм Эйкатля. Хочу пояснить, это не весь храм, потому что когда-то он был очень большим». Новые раскопки помогут археологам составить более полную карту древнего города-государства Тенач-Титлан. Его разрушили испанские конкистадоры в начале шестнадцатого века. Одна ночь в этом двухместном люксе на горе стоит около трёхсот долларов США. Вам предложат напиток в качестве приветствия, завтрак и услуги дворецкого. Обычно его роль исполняет местный фермер в резиновых сапогах. Добро пожаловать в отель «Ноль звёзд». Появился он на горе в швейцарском городке Гонтен. Создатели два брата-художника, но их цель – не заработок. Для них это арт-проект, возможность показать альтернативу дорогим горным курортам Швейцарии. «Мы художники. Мы делаем это не потому, что мы отельеры. Мы хотим избавиться от недвижимости в обществе. Комната без стены потолка – это настоящая свобода. Не за что платить. И вот с чего начинается вдохновение. Это инсталляция, как произведение искусства, как будто её дорисовали при помощи фотошопа». Люкс пользуется популярностью. На бронирование кровати поступило более 1300 запросов со всех уголков мира, включая США, Австралию, Ирак и Африку. «Наша цель – взаимодействие с обществом. Мы помещаем искусство в обычную среду. Создаём условия, чтобы люди с ним взаимодействовали. К нам поступают запросы со всего мира». На случай дождя недалеко есть домик, где можно укрыться. Ну а если погода ясная, то всё, что остаётся делать в этой кровати – наслаждаться завораживающим видом на горы. Это не первый подобный отель художников. Ранее они уже устанавливали кровать в ядерном бункере. Таинственный мир медуз раскрывается перед посетителями аквариума Кама в японском городе Цуруока. В аквариуме представлено 60 видов медуз. Эта коллекция – крупнейшая в мире. Звезда экспозиции – бассейн со стеклянным проёмом диаметром в 5 метров. Здесь плавно перемещаются в воде 2000 медуз. Посетители говорят – зрелище гипнотизирует. «Это как сон. Никогда не видела ничего подобного. Это будто неоновый свет». «Они прекрасны. Они танцуют в космическом пространстве, но на самом деле это вода». Ежегодно аквариум Кама посещают 2 миллиона туристов. «Нам очень приятно, что число посетителей растёт просто из-за красоты медуз». Аквариум Кама открылся 20 лет назад. За это время здесь собрали 2% всех известных видов медуз. Всего их 3000. «Я уже собрал все виды медуз, которые хотел. Следующий шаг – искать глубоководных медуз, за которыми очень сложно ухаживать». Ещё одна особенность аквариума – здесь можно попробовать на вкус съедобных медуз. Их части добавляют в мороженое. «Это довольно необычно. Я ем мягкое мороженое, но текстура очень нежная, вкус приятный». Сотрудники аквариума также ежедневно проводят образовательные семинары. На них можно узнать, как разводить медуз и чем их кормить.